Человек, у которого я беру очень много. Дело в том, что последняя лекция была по желчекаменной болезни. Я даже бы и не додумалась включить в схему перфектайз. Олег, я не знаю, откуда ты это. То есть такие тонкие нюансы. Я не знаю, сколько жизней нужно прожить, чтобы все это дело насобирать, но у нашего Олега Нижегородцева все получается. Встречайте, Олег Нижегородцев, тема женщин здоровья. Спасибо. Да не надо очень много, нужно просто жить рядом с медицинской библиотекой. И учиться не по учебникам, а по монографиям, и все. И все тогда получится. За 6-8 лет вы эту информацию в медицинской библиотеке соберете. Ну, такая легкая, наверное, это может быть даже лишняя немножко информация. Вопрос, сколько нужно знать, откуда берутся знания. Ну, берутся они, слава Богу, есть. Ну, наша задача с вами не только это знать, наша задача с вами уметь, ну, понять на самом деле, что важно в конце концов реально делать, да? Потому что сколько бы мы с вами монографий не выучили, кстати, как это сделали очень много других людей, вот, но реально что делать, как помочь себе, любимому и своим близким, это еще не дает знания. А вот наша задача сегодня понять, какие механизмы, какие витамины необходимы для того, чтобы быть здоровым, как они, почему не просто витамины, а вот именно вот эти, и какую роль они играют, да? Та система мероприятий, которую предлагает компания NSP, ну, вот, и мы в частности, то, ну, в этом процессе. Ну, к счастью, у нас огромное количество положительных результатов по таким нарушениям, как состояние здоровья женщины, ну, в первую очередь, наверное, бесплодие. Об этом много говорится, вы знаете, у нас есть специалисты, например, Чайка Николая Вячеславович, у нас здесь более ста беременностей с бесплодием людей. Элеонора Куприянова из Симферополя, она специалист Крыма, была главным специалистом Крыма. На продукции NSP у нее больше 500 результатов по бесплодию и так далее, и так далее. То есть, ну, она имеет свой центр медицинский, там они помогают специально. Ну, в принципе, той продукции, которую вы тоже знаете. То есть, по тем схемам, которые вы тоже можете знать. Потому что, слава Богу, они в большой степени универсальны. Есть очень маленькое количество процентов, это буквально 5-10% тех состояний, где нужны действительно какие-то сверхзнания. А 90% состояний с нарушениями, ну, в том числе неома, мастопатия, даже те же кисты яичников, там и так далее, это, в принципе, нутриенты, которые нужно, чтобы они присутствовали в нашей пище, и тогда эти состояния не будут развиваться. Да? Ну, сегодня я хочу буквально коротко показать, как приблизительно, знаете, вот, есть структура любого подразделения. Есть такая, ну, там, завод, есть иерархия, там, директор, руководитель, может быть, с министерства начинается, потом директор предприятия, потом, ну, это в староследовательское время, наверное, было там, министерство, директор предприятия и так далее. Но есть директор предприятия, есть его подчиненный и дальше по нисходящей. Вот такая иерархия построения регуляции, она существует и в женском организме. Я не хочу слишком усложнять, но немножко, чтобы вы представляли, откуда берутся нарушения и почему мы, например, будем использовать препараты, улучшающие кровообращение мозговое. То есть какая связь, да? Голова болит, а уколы в попу. Откуда такая связь? Да, а здесь наоборот. То есть не работают яичники, а мы будем улучшать мозговое кровообращение. С чем это связано? Ну, так немножко схематично, я вам это прорисую и проговорю. Ну, давайте начнем, наверное, снизу, оттуда, откуда нам понятно. Ну, нарисуем сначала схематично матку, такая грушевидной формы, так легко рисуется. Потом есть рядом с маткой, есть два яичника. Вот они. Не точно такой формы, но приблизительно таких размеров, да? Вот. И от матки идут еще вот две трубы, которые подходят к яичнику. А кто знает? Ну, наверное, вообще-то большинство знает, зачем нужны трубы, да? Большинство знает или не все? Ну, большинство, наверное, знает, что здесь рождается яйцеклетка, будущая жизнь, труба ее всасывает и помещает в полость матки. Кстати, полость матки выглядит ну, таким приблизительно образом, приблизительно, да? То есть вот от трубы идет, ну, вот так вот, и помещает в полость матки. Так, ну, это у нас яичники, матка. Дальше орган, который регулирует, это есть гипофиз. Гипофиз у нас находится в голове, черепно-мозговой ямки. Ну, он тоже вот так вот рисуется. И здесь вырабатываются гормоны, и еще над ним есть еще одно, шишковидное тело, эпифиз. Вот такой уровень регуляции. Шишковидное тело на гипофиз, а гипофиз уже непосредственно оказывает влияние на яичники. Ну, также влияние могут оказывать щитовидные железа. Щитовидные железа оказывают влияние на яичники. Ну, и еще ряд других гормонов, которые, ну, как-то может дополнительно вмешиваться на почечники. Ну, в общем-то, другие железы, другие секреты тоже будут оказывать влияние. Скажите, ну, вот это, на самом деле, очень узкий перешейк. И по этому перешейку приходит кровоснабжение. Если у человека будет, ну, скажем, даже те же повышенное черепное давление, с давлением вот этих систем, может нарушаться кровообращение в этом органе с нарушением выработки дальнейших регулирующих гормонов? Конечно, тоже может. Ну, и так далее, и так далее. Вот эта шишковидная железа, на самом деле, вот, читали, наверное, там, третий класс. Слышали о таком, да? Вот условно некоторые называют шишковидную железу третьим глазом. Почему? Потому что она связана в том числе с сетчаткой глаза. И количество света воздействует на шишковидную железу и, соответственно, влияет, знаете, каким образом? Ну, давайте мы узнаем. Так вот подумаем. Кто знает, во сколько приблизительно созревания наступает половое у северных народов и во сколько наступает половое созревание у южных народов? Южных раньше. Намного раньше. А где световой день больше? У северных народов или южных? У южных. У южных. Вы поняли? Да. То есть даже влияние света, количество дневного света влияет на такие процессы, как половое созревание. В том числе. Ну, вот такая сложная достаточно структура всего этого. Ну, сейчас я вам, так сказать, немножко показал схему, да? Но сейчас я хочу еще чуть больше рассказать о самих яичниках. Интересно или нет? Да. Вот. Как происходит развитие этого органа? Ну, я не буду совсем в деталях рассказывать, но я хочу сказать, что вот яичник уже к моменту рождения ребенка, вы знаете, что, ну, в принципе, давайте чуть назад, как бы рождение ребенка связано изначально с тем, что созревает яйцеклеточка именно в кортикальном слое и происходит ее выход в свободную брюшную полость, ну и потом это уже одноклеточный вот такой живой организм, после оплодотворения развивается здоровая ребенка, да? И яйцеклетка содержит не целый генетический набор, а половину. А вторую половину что несет? Мужская, да? Мужская клетка несет. То есть яйцеклетка, это клетка, богатая питательными веществами, но которая всего лишь имеет половину ядра, половину генетического материала. То есть она ополовиненная. И для рождения одной яйцеклетки погибает три еще. То есть она рождается из комплекса, который дает сразу четыре яйцеклетки. Скажите, а может быть так, что вот эти клетки не погибли, а остались живы? Ну в принципе, почему бы нет? То есть вот это одна из причин, почему могут в том числе, и они могут одновременно из одного фолликула как бы освобождаться. И то есть это причина, почему могут быть даже двойняшки. Но обычно вот эти клетки, они не содержат питательных веществ. То есть они имеют тоже по половине генетического материала, но они не содержат питательных веществ. То есть обычно они все-таки, ну большей части, абсолютно большинство, это погибают. То есть это редко происходит. Но такие варианты тоже могут быть. Ну вот, вот эта яйцеклетка с половиной генетическими информациями, она созревает к моменту рождения ребенка. И таких яйцеклеток заложено в яичниках где-то порядка 250-350 яйцеклеток заложено в яичниках с половиной генетическим материалом. То есть к моменту рождения они уже готовы. Они не развиваются у взрослого человека. Это важно или нет? То есть скажите, насколько важно теперь ребенка обеспечить всеми веществами, чтобы у него это деление было у девочки, чтобы это деление на генетическом происходило правильно. Дальше. Теперь, то что они заложены 250, ну 300, будем говорить так, в среднем 300 яйцеклеток, обязательно, что они все проплюнутся, родятся? Нет, не обязательно. То есть если будут повреждающие факторы на яичник, если будут гормоны, которые не будут стимулировать, то есть они будут развиваться только под влиянием стимулирующих гормонов, там фолликулостимулирующий гормон и так далее. Вот фолликулостимулирующий, который будет именно способствовать развитию яйцеклетки, лютеинизирующий гормонов и так далее. То есть два основных стимулирующих гормона, которые развивают яйцеклетку. То если будут эти повреждающие факторы, вот я для чего это все рассказывал. Я это рассказывал для того, чтобы сейчас определиться, какие повреждающие факторы будут мешать, кроме гормональных, которые будут мешать развитию яйцеклетки. Ну первое такое, это радиация. Скажите, пожалуйста, сейчас мы живем, какой у нас радиационный фон? Значительно повышенный. Статистически действительно бесплодие растет. Радиация. Теперь воспаление, инфекции, таких как даже дисбактериоз, то есть даже не связанное с половой сферой. Этот комплекс находится в нижней части отдела брюшной полости. И инфекции органов малого таза, допустим, рядом прилежит толстый кишечник, сигмовидная кишка, колиты, проктиты, будет влиять на то, что дисбактериоза будет влиять, что эта инфекция будет находиться во всей полости таза. Но действительно так, я, наверное, как наказанный доктор, часто дежурил по субботам женской консультации. И на самом деле это очень хорошая оказалась школа, потому что в субботу привозят и приводят все нестандартные случаи, все, что не вписывается, вся скорая помощь, ургентная помощь, все, что происходит, прежде чем везти в хирургию, могли завести или в гинекологический стационар, если это Хортицкий жилмассив, а это, по-моему, 350 тысяч населения. То есть все, что это происходило вдруг неожиданно в субботний день, сначала привозили в женскую консультацию для осмотра гинеколога. И я столкнулся с ситуациями, когда еще не менструирующие девочки, не живущие половой жизнью, то есть до 12 лет, 10-11 лет, это осмотр по ректуму, через прямую кишку, имели серьезное воспаление яичников. То есть классически это было воспаление яичники в два раза увеличенные, в два с половиной раза, резкая болезненность, никакой другой, ни аппендицит, ничего именно. Оба яичника классических воспалений, да, там были от инфекции, находящейся в брошенной полости. Это могут быть источники и кариесные зубы, и гайморин, и воспаление почек, хворонический пилонефрит, дисбактериоз. То есть источник инфекции может находиться где угодно, а стуком крови и при сниженном монетите эта инфекция может попадать сюда и вызвать воспаление. То есть я хочу сказать, что может влиять воспаление как прямые, то есть заболевания передающиеся полным путем, ведущиеся к воспалениям органов таза, так и инфекции, которые непрямым образом оказываются в яичниках. Ну и я бы сказал, что яичники при воспалении нарушаются, ну практически очень часто, ну не совсем всегда, но очень часто, это 60-70% нарушается процесс овуляции, созревания яйцеклетки. Ну понятно, если здесь вся ткань воспалена, и отек, и нарушение питания, кровообращение, в воспаленном органе сдавливаются сосуды и так далее, и так далее, понятно, о каком здоровом там овуляция может идти речь. Не о какой. Тем более, что дело в том, что, знаете, при овуляции ценно даже, знаете, не сама яйцеклетка, ну как, сама яйцеклетка очень ценно, как возможность для продолжения рода. Но с точки зрения гормональной, с точки зрения гормональной, ценно вот это ложа, вот тут гранулезные клетки, которые вырабатывают гормоны, прогестерон там и другие гормоны, регулирующие уже дальнейшее здоровье женщины. То есть вот эти клетки, которые остаются после того, как яйцеклетка вышла, они меняют свою функцию, они гормонально активны, и если воспален яичник, вот эти клетки не могут быть здоровы, соответственно, они не могут в полной мере обеспечить дальнейшую гормональную реакцию. Ну и по количеству гормонов, которые выделяются вот в этих клетках, вот еще может быть, есть так называемая обратная реакция. Обратная реакция, она идет и на гипофиз, и идет и на шишковидное тело. То есть по уровню гормонов вот эти органы определяют, нужно поддать стимулирующих гормонов, или их нужно немножко убавить. Понятно, да? Называется метод обратной связи. Вот такое сложное взаимодействие. То есть если есть воспаление, здесь снижается уровень гормонов, эти органы начинают поддавать, ну а это уже ведет к различным, в роде, дисбалансам и так далее, и так далее. Ну, к другим, более сложным состояниям. Ну, просто чтобы вы понимали, что в длительном воспалении находиться, это значит и вести и к раннему, даже к таким проявлениям климатерического синдрома, и так далее, и так далее. Потому что это будет стимулировать многократное увеличение гормонов в этой системе. Ну, мы назвали два, две причины. Радиация, теперь воспаление. Ну, скажите, помните, мы когда разбирали воспаление, мы говорили о поддержании воспаления при дефиците омега-кислов. Омега-3 кислот. Помните? Что омега-3 является предшественником простарлодина, который снижает воспаление, устраняет. То есть, ну, сейчас можно тоже пометить себе, что омега-3 крайне важны. И для снятия воспаления. И как антиоксиданты, которые устраняют свободные радикалы. Омега-3. Что еще влияет на подавление функций яичников? Как вы считаете, мы живем с вами в стрессе или нет? Ну, вообще население Украины на сегодняшний день. Стресс, действительно. И недостаток финансов, и неуверенность в завтрашнем дне на работе сократят, не сократят. Многим недоплачивают те деньги, которые им обещали. Это повышает конкурентность между людьми, между собой на работе. Согласны? Это повышает конкурентность семьи и так далее, и так далее. И это приводит к хроническому стрессу. Плюс, очень многие люди вынуждены работать в условиях, которые не относятся к адекватным. То есть, ночные какие-то смены, стесненные условия и так далее, и так далее. Повышенные там ухудшенные на работе. Допустим, я знаю, что сейчас многие производства в цехах не отапливаются. И мужчины, женщины там работающие круглосуточно, они, конечно, находятся в достаточно серьезных нагрузках психологических и так далее, и так далее. Так вот, дело в том, что в гипофизе есть еще один такой гормон стресса, провоктивный. Он, с одной стороны, является гормоном, который вырабатывается при беременности и после рождения ребенка, усилия выработку молока. Ну, так сложилась судьба, что он является еще и гормоном стресса, пролактин. И пролактин также третий фактор, который подавляет овуляцию. То есть, он прекращает овуляцию. Как это объяснить в природе, в жизни? Давайте представим, ну, скажем так, крысы хорошо размножаются или нет? Да. Хорошо размножаются, то есть, если они там немножко питания, условий каких-то, плодятся и плодятся. Ну, вот ситуация, когда крыс помещают в закрытое пространство, то есть, их количество особей возрастает, и когда ухудшается питание, то есть, когда появляется борьба за питание, как вы думаете, беременеют крысы или нет? Беременности не наступают. Прекращаются месячные, прекращаются овуляции, прекращаются беременности. Почему? Крыса попала в стрессовую ситуацию. Нет достаточного питания, нет условий для выращивания потомства, значит, биологическая роль, если эта санка станет беременной, скажите, ей легче будет защищать и бороться за питание? То есть, она окажется в проигрышной ситуации, согласны? То есть, она еще быстрее погибнет. Хорошо, появится потомство, она сможет в условиях ограниченного питания защитить это потомство? Нет, скорее всего, это потомство пойдет на корм кому-то. Вы поняли? То есть, стресс – это биологическая функция защитная в данной ситуации, когда она препятствует дальнейшему размножению. И в данной ситуации, я не считаю, в какой-то степени это защитная функция, потому что, ну действительно, ну как у нас говорят, ну что там плодить нищету, да? То есть, когда нет достаточных условий для питания, для развития потомства и так далее, и так далее. Ну, например, в мировой, скажем так, практике есть такой синдром войны. То есть, когда женщины, участвующие в боевых действиях, которые они прекращают инструировать и прекращают, и деторождение прекращается, они почти падают полностью до нуля. Вот это та же самая ситуация. Даже при нормальном питании повышенная эмоциональная нагрузка приводит к блокировке этих процессов. То есть, я еще раз повторю, что это, в принципе, защитная реакция, которая помогает особи дождаться благоприятного момента по хорошему питанию, по благоприятной обстановке психологической, и тогда все процессы, прекращается действие гормона стресса провоктивного, и тогда опять появляется овуляция, то есть, особи попадают в благоприятные условия, и процессы в продолжении рода становятся актуальными, запускаются механизмы. Скажите, вот я сейчас проговорил, питание адекватное, и уменьшение, это близко к нашей ситуации? Да. То есть, мы же с вами работаем как раз в плане адекватного питания. Дать организму, и в данном случае яичникам все, чтобы нормализовать их функцию и обеспечить дальнейшее адекватное развитие. Так, ну вот стресс. И по большому счету исследуется эта ситуация гормонально, то есть исследуется пролактин. То есть, это реальное исследование, которое почти единственное, которое я провожу. Исследование пролактин, исследование пролактина. Ну, и знаете, попутно я скажу, что дело в том, что пролактин, вот интересно, он действует так, что он подавляет и функцию речников, и с другой стороны он стимулирует щитовидную железу, как телеотропный гормон, как гормон стимулирующий щитовидную железу. Поэтому одновременно я еще проверяю гормоны щитовидной железы параллельно. Иногда наоборот, я сейчас немножко скажу, дело в том, что пролактин, ну вот так его пишут, пролактин, и гормон стимулирующий щитовидную железу, териотропный гормон, химический, между ними можно поставить знак «равно». Там буквально незначительное отличие, есть только разница в том, что териотропный гормон регулярно вырабатывается, а пролактин редко, но большими определенными такими выбросами. Но, вот этот пролактин может стимулировать щитовидную железу. С другой стороны, если функция щитовидной железы снижается, что будет с териотропным гормоном? Он будет расти. И на что он будет тогда похож? Он будет похож на пролактин, и будет моделироваться модель похожая, и это тоже будет подавлять яичники, и будет подобное действие. Ну вот такой нюансик, но я поэтому тоже, мы должны с вами определяться, вот теми женщинам, которым мы хотим помочь, мы должны помнить, что практически всегда в нашей схеме есть, а вот это при недостаточной функции щитовидной железы происходит. Дефицит йода будет вести к недостаточной щитовидной железе? Да. Воспаление в щитовидной железе здесь. Очень часто сегодня аутоиммунный тиреидит. Ты слышал такие диагнозы, да? То есть это тоже воспаление в щитовидной железе. Тоже будет гормон ее стимулировать, чтобы восполнить функцию. А соответственно, это тоже, этот гормон, как и пролактин, похожим образом они действуют, они подавляют функцию яичников. Яичников одновременно. Понятно, да? То есть вот вам уже четвертый повреждающий фактор. Казалось бы, какая разница там, ну где-то там териотропный гормон. При этом даже уровень гормонов крови щитовидной железы за счет стимуляции щитовидной железы может быть даже поддерживаться на нормальном уровне. И если только проверить, только проверить гормоны щитовидной железы самой, то они могут оказаться в норме. Но важно проверять еще гормон стимулирующий, потому что у них вот фактически не стоит знак равенства. Ну вот такой еще нюансик. По яичникам я бы хотел еще назвать пятый фактор повреждающий яичники. Ну честно говоря, для меня грустно, я сам не курю. Поэтому для меня очень грустно видеть женщин, девушек сигареты. Честно говоря, вообще такое грустное для меня зрелище. Ну а для того, чтобы всем было грустнее, я дам такую статистику. Есть статистика, что курящая женщина прекращает инструировать на 4 года раньше. То есть вероятность наступления климактерического синдрома на 4 года раньше. При этом, скажите, как будет потом остеопороз у этой женщины? Ну что такое, месячные прекратились в 45 лет или в 41? Существенная разница? Огромная, существенная разница. То есть это и кожа состояния, и слизистых, и волос, и заболевания, и факторы бесплодия. Это все-все огромный минус будет. Ну, вы знаете, что сигареты, ну, табач, никотиновая кислота, которая содержится, никотин, который содержится в табачном дыму, он буквально на 3-5 минут вызывает расширение сосудов. На 3-5 минут вызывает расширение сосудов. Поэтому там те, кто любит думать, там, те, которые сидят там за компьютером и чертежами раньше, что-то принимали решение, они курили, им казалось, что вот, озарение, лучше думается. Но это всего лишь короткий период, 3-5 минут. А потом стойкий спазм сосудов на 30-40 минут. То есть вот и получается, от сигарет они стимулили, озарение пришло, чуть-чуть порисовали, а потом опять их тормознуло на 40 минут. В ступоре посидели, да? Но это мозги. Это, так сказать, мозги, вы решаете соотношение 5 минут, там, 3-5 минут, или 30-40 минут, ухудшение потом мозгового прообращения. И не только прообращение, но тут целое и рак желудка, потому что ухудшение кровообращения слизистой желудка, не вырабатывается за счет ухудшения кровоснабжения слизистой желудка, не вырабатывается защитный слизь. Желудочный сок, кислота разъедает язва и рак, да? В яичниках это ухудшение кровоснабжения вот этой зоны, гормональной, активной, ну и всех остальных зон. Ну, что такое лишить яичник практически кровоснабжения на 60-70% на 30-40 минут? Ну, это очень серьезный повреждающий фактор. А если он еще слегка воспален? А если еще вокруг радиация, и человек не доел, да? Ну, вы поняли, что это на самом деле очень серьезный повреждающий фактор. То есть курение, пятый фактор повреждающий. Ну, собственно говоря, не говоря уже каких-то там, ну, не дай Бог, травм и так далее. Вы знаете, даже если здесь есть хирурги, ну, дай Бог, к ним не относятся, но дорвавшиеся до скальпеля многие хирурги, к ним попадают девочки 13-14 лет, может быть, с первой овуляцией, когда эта яйцеклетка там впервые выходит из яичника, да, здесь какой-то разрыв ткани с минимальным кровотечением, ну, капелька, несколько капель крови, которые раздражают брюшину с болевым синдромом. Не дай Бог, если это еще правый яичник, где находится аппентицит, и доблестная хирургия влазит в брюшную полость, видит там на другом яичнике или на этом яичнике другой фолликул, который созрел, висит таким пузырьком, но еще не савулировал, и они с удовольствием пишут, что они обнаружили кисту яичника и травмируют яичник, потому что потом это ушивается, в этом месте развивается воспаление, еще может аутоиммунно развиться. Мозговое вещество яичника, оно не требует, вернее, запрещено, но поступление крови непосредственно туда. То есть это вызывает аутоиммуновоспаление как в щитовидной железе, как в взгляде, как в глазе, так и в яичках у мужчин. То есть может ввести к аутоиммуновоспалению. Ну и они вот оперируют эти несчастные, то есть девочка только начала менструировать, только начали созревать эти механизмы. Яичники крайне ранены, и вперед давай резать, кромсать и так далее. Ну у меня множество было случаев, когда потом, к сожалению, не могли ни забеременеть, ничего, и эвуляции проблемы и так далее, и так далее. Вот. А таких операций выполняется огромное количество. Когда придет этому край, я просто не знаю. Это продолжается. То есть ко мне продолжают поступать на консультации с бесполезно прооперированными яичниками, еще наоборот вред, потому что опять появляется эвуляция такая неполноценная, до конца не может закончиться опять какие-то там боли, опять находят кисту, давай опять оперировать. Особенно это в районных центрах, где нет адекватных гинекологов, или вообще их нету, и хирурги берут на себя всю операционную активность. Как говорят, показание к операции – наличие оперированного органа. Абсолютное показание операции – наличие у пациента денег. Не обязательно даже оперированного органа, что они прооперированы. Ну и точно так же эти аппендициты режут надо-не надо, и заодно и яичники травмируют надо-не надо. Ну это такая боль души, да? То есть лезут туда, куда надо, и делают то, чего не надо. Так, ну вот мы назвали как минимум шесть факторов. Вопрос. И еще питание. Да, чтобы вот эта система вся работала, вот эта система вся работала, давайте перечислим, какие супер важные, чтобы защитить от этих повреждающих факторов, что нам нужно в первую очередь. Выведение, так скажем, прекращение поступления токсинов, ядов с пищей. Нужен или нет? Консерванты, антибиотики, и пошло-поехало там, все эти Ешки всевозможные и так далее, и так далее. Если они блокируют рост развивающихся клеток, а вот тут, вот эти грануляционные клетки и так далее, это быстро развивающиеся активные, гормонально активные органы. Если девушка потребляет, женщина много стабилизаторов роста, с законсервированной пищей, антибиотиков, будет это влиять на эти клетки? Конечно, будет. Конечно, будет. Дальше. Другие какие-то токсины, яды, ну, допустим, это аутоинтоксикация при дисбактериозах, при недостаточности функций печени, если девушка-женщина работает с лаками-красками. Да. Ко мне пришла на консультацию девушка, которая работает, как это называется, колл-центр, да, то есть поддержка, телефон там, поддержка, допустим, какой-то, ну, допустим, Киевстар, ЕМСИ, мы звоним, туда какая-то интернет-провайдер и так далее, служба знакомств, и там вот круглосуточный колл-центр, таких сейчас становится много достаточно. Она сидит по 12 часов, по-моему, у нее рабочий день, в комнате, в маленькой комнате, нафарширована этой аппаратурой, штук 5-7 компьютеров вокруг стоит там, не за всеми работают, но они все включены, потому что программы, системы, какое электромагнитное поле воздействует? Понятно, она пришла с вопросом, бесплодие, не можем забеременеть. И я ей говорю о том, что нужно выходить из этой зоны, где-то постоянно эти радиоволны и так далее, а это как жить? Работу найти трудно, нагрузка огромной психологической ночью работает, кстати, пролактин еще, это гормон при ночной работе, ну и, скажем так, если ночной секс, да, там, как бы вот, есть именно акцент семейной пары делать на таком, в варианте другого нету, тоже пролактин вырабатывается при таком варианте, и тоже будет поговорить, но вот у нее ночная работа, то есть не могло я выйти из этой ситуации. И так как колдсентр, туда же люди звонят с вопросами и претензиями. Фирма где-то что-то не доработала оборудование, а на кого это выливается? Понятно, на этих работников выливаются вот эти претензии, это тоже, так сказать, немаловажно для них. Ну, идем дальше. Очень важно для полового созревания следующие микроэлементы. Витамин Е. Ну, я думаю, это общеизвестно, да? Селен. Цинк. Это уже микроэлементы пошли. Ну, и я бы сказал, витамин С. Я бы сказал, все антиоксиданты. Я бы так обобщил, все антиоксиданты. То есть, вот, два витамина и два микроэлемента я выделил, ну, как бы выделил в первую очередь, без чего вообще, как бы, невозможно. Ну, и, ну, как бы, все остальное. Ну, может быть, там, магний и так далее, который обеспечивает энергетические процессы, выработку АТФ энергии. Если здесь быстро деливающиеся гормонально активные клетки, значит, в них должно вырабатываться много энергии. А, соответственно, и магния должна быть достаточно в организме. Витамины группы В тоже пойдут вот сюда в большом количестве. Ну, это вот мы, то есть, витаминно-минеральный комплекс в целом, ну, я сделал акцент на определенных, но витаминно-минеральный комплекс крайне важен, чтобы он поступал с пищей. Если мы берем не нашу продукцию, а обычную продукцию, много там витаминов и минералов в обычной еде? Тем более, если девушка очень стремится следить за фигурой, начинает ограничивать в себе идею, на каком-нибудь пустом кефирчике, в котором молока не было, да, и витаминов, ну, еще вообще непонятно, на чем там, как бы, вот, человек сидит. То есть, та литерина минералов тоже значительно обедняла. Ну, давайте тогда, если мы коснулись питания, давайте проговорим, какие продукты будут наиболее оптимальны для здоровой работы яичников. Ну, что бы мы поставили на первое место? Я бы поставил коктейль TNT, коктейль TNT, Total Nutrition Today. Почему он мне нравится? Потому что он выполняет роль и очищения организма от токсинов яда за счет плечатки, и питания. То есть, там есть суточная норма антиоксидантов, там есть витамины в необходимой суточной дозе, и витамины, антиоксиданты и минералы. Очень в большом количестве, где-то на 50-60% обеспечивается минералами. Одной порции, одна порция равна двумерным ложкам. Одна порция TNT равна двумерным ложкам. Или пакетик. Вот, если в пакетике берете, значит, один пакетик тоже является порцией. То есть, питание очень важно. Я думаю, что пока такой еще информации нет, но очень важно белковое питание. Но вот как конкретно сегодня, ну можно белок, если это был дефицит белка, кстати, гормоны переносятся по крови. С помощью такого транспортного белка называется секстероидный глобулин. То есть, это гормон, это белок, который переносит как мужские половые гормоны, так и женские половые гормоны, и помогает встраиваться и работать на уровне всего организма. Если будет снижен этот транспортный белок, скажите, будет адекватно, даже при адекватном уровне гормона, будет ли адекватная работа всего организма? Тоже нет, да? То есть, белка должно поступать адекватное количество, оно должно быть качественным. Поэтому о белке, аминокислотах, о внутреберне мы с вами заботимся. Это я забыл отключить свой телефон. Надеюсь, лучше сразу отключить, а то будет потом название еще долго. Так, идем дальше. Ну и теперь, мой любимый набор продуктов. Смотрите, если только любая проблема у девушки, у женщины связана с женской половой сферой, я без этих продуктов не решаю, не занимаюсь ни одной проблемой. Это следующее. Это защитная формула. Почему? Потому что там есть и витамин Е, и витамин С, и цинк, и сирен. Там все присутствует сразу. Там еще есть биофлованоид для антиоксиданта, там еще есть полударка, которая противомикробное действие показывает. То есть, защитная формула. Записали, да? По 2-2 раза. Это стандартная газировочка, ее по 2-2 раза. Только в таких случаях я увеличиваю, но обычно для классической ситуации не делаю этого. Второй продукт обязательный. Омега-3. То есть, один из коктейлей, понятно. Усиливаем это защитной формулой, усиливаем это омега-3 кислотами. Омега-3. Ну, чаще всего я даю дозировку по 1-3 раза. Вы знаете, по 1-2 раза, это вообще такой супер минимум, но чтобы, ну хоть как-то, что-то, ну так, знаете, как глоток воздуха. Не полноценное дыхание при физической нагрузке. Омега-3 по 1-2 раза, это буквально глоток воздуха для организма, чтобы минимально отрегулировать процессы. Но о суперздоровье при этом еще говорить рано. Понятно, да? На польской упаковке, на польской упаковке профилактическая доза омега-3 указана по 2-3 раза. Та же самая банка, та же самая дозировка в капсуле, но профилактическая дозировка омега-3 по 2-3 раза. Поэтому вопрос, когда мы с вами рекомендуем 1 капсулку в день, 2 капсулки в день, ну такой большой вопрос, а какой результат нам можем ждать? Кто хочет себя побаловать, я рекомендую взять и хотя бы дней 10, да получается банки хватит на 10 дней, проэкспериментируйте. Оставьте ту же продукцию, ну там все равно должна быть витамин Е или суперкомплекс, что-то, да, там витамин Е, витамин А, витамин С должны присутствовать для оптимальной работы той же омеги-3. Ну то есть на обычной вашей программе пропейте омега-3 по 2-3 раза, вот банку, 10 дней и посмотрите, запишите свои ощущения о том и в процессе вот этих 10 дней, как будет меняться ваше самочувствие, работоспособность, настроение вот за это время. Ну идеальный вариант еще было бы сдать на холестерин, вот именно на холестерин кровь, там холестерин, виталипопротеин и так далее, то есть на показатели атеросклероза, можно сказать так, показатели атеросклероза. И попробуйте через 10 дней посмотреть на те же показатели. Кстати, в пользу омеги-3 недавно я общался с женщиной, которая определенно длительное время уже пользуется продукцией для здоровья разных компаний, и именно на омеги-3, на НСП, она никакими холестерин снижающими препаратами не могла добиться нормы. Вот пропила, ну месяц она пила по 1-2 раза, кстати, или по 1-3 раза, вот она пила меги-3, сдала повторные анализы крови, впервые за много лет у нее показатели холестерина, там и лимопротеиды и так далее, пришли к нормальным цифрам. Ну это верхние границы нормы, но они хотя бы вошли в границы нормы. А до этого они систематически были повышены, и там, по-моему, уже патинсультное состояние было, то есть там не просто человек беспокоился, но не были реальные там проблемы. Так, мы проговорили. Защитная формула Омега, ТНТ. Следующий продукт, о котором мы проговорим, это Валдьян, Дикий Ямс. Валдьян. Кто читал о том, что его нужно назначать по каким-то циклам? А кто приверженец этого? Кто это рекомендует по циклам? Ну, сейчас не поднимают руку, но, наверное, вопросы задают часто, да? Вопросы задают часто и усложняют себе жизнь. Скажите, на упаковке Валдьяна написано, что его нужно принимать по циклам? Нет. На американской упаковке тоже этого нет. А, соответственно, незачем изобретать велосипед. Понятно, да? Дело в том, что в составе Валдьяна есть вещество, которое называется... Сейчас я его назову. Дегидроэпиандростендином. Ну, это вот вещество предшественных мужских и женских пород гормонов. То есть, если, грубо говоря, если перед вами даже находится мужчина, у которого проблемы со сперматогенезом, ему Валдьян точно так же показывает. Если у меня снижен тестостерон, мужской пород гормонов, ему Валдьян так же показывает. То есть, вот Валдьян, получается, он лишь естественный предшественник, в том числе и мужских пород гормонов, а не только женских. И это одна ситуация, так сказать, почему Валдьян стоит постоянно принимать, потому что он является предшественником. Есть вторая ситуация. Смотрите, дело в том, что, ну, то, что называется месячные, да? То, что называется месячные, они в среднем раз в 28 дней, да? Ну, скажем так, это усредненная цифра, раз в месяц, укрой, раз в месяц. Но дело в том, что яичники в норме должны работать. Яичников сколько? Два. Если в среднем один яичник отдает одну яйцеклетку, значит, какой цикл яичника? 50, 6 дней или 60 дней. То есть, смотрите, месячные один раз в месяц. Это маточный цикл. Маточный цикл равен одному месяцу. А яичниковый цикл равен двум месяцам. Яичники равно двумесячный цикл. То есть, один месяц работает один яичник и дает яйцеклетку, но в этом яичнике яйцеклетка пока зреет. На следующий месяц, после выхода этой, начинает 56 дней созревать следующая яйцеклетка. А здесь на второй месяц, это выходит, а это начинает созревать. То есть, цикл, они как бы подготавливаются постепенно, фолликулы с яйцеклеткой. И активно начинают развиваться в течение 56 дней. Ну, в среднем. Мы поняли, да? А скажите, если вот яичник 50... Вот маточный цикл. Давайте я сверху тут сейчас сотру немножко, чтобы было виднее. Напишу. Нарисую эту схемку. Допустим, ну, нарисуем сразу два месяца. Вот нарисуем два месяца, да? Вот он начался, вот один месяц. Вот второй месяц. Говорят как? Мы даем с 14-го, там, или с 1-го, там, по 45-го, по 14-й день, да? То есть, мы даем по отношению к маточному циклу, в первую фазу цикла, там, с 5-го, по... А, Валдьям же же во второй дается. Там, с 14-го по, там, до начала месячной, там, две недели, второй. Но, по отношению к яичнику номер один, это конец цикла, а по отношению к яичнику номер два, вот здесь конец. Это начало. Это первая половина, в середине кусочек. И если это мы начнем дергать так яичниками, то даем, то не даем, то даем, то не даем. Но лучше делать. Вы поняли? Поэтому Валдьям дается непрерывно, он постоянно кормит яичники. Валдьям дает субстрат для вот этих гранулезных клеток, которые не будут вырабатывать все остальные гормоны регулирующие. А в одном яичнике гранулезные клетки, когда яичные проходят, они постепенно погибают, но в это время эти клетки есть. В другом яичники, в другом яичнике их тоже нужно кормить. И желательно кормить постоянно. Ну подкармливать, чтобы создать равномерную концентрацию, а не так, что даем, то не даем. Может быть, если организм нормально запасается и там фермента, витамина у него достаточно, он сам как бы где-то что-то задепонирует, выровняет эту ситуацию. Но в любом случае это уже для организма некий напряг. Гораздо правильнее, например, вот для того, чтобы я, например, чтобы выяснить, есть овуляция или нет, каким образом можно выявить без всяких лабораторий, без датчик гормонов и так далее. Каким методом? Любая женщина может выявить. График базальной температуры. Вот есть девушки и женщины, которые не слышали про график базальной температуры. Есть несколько человек, вот не слышали, да? Но это очень эффективный метод. Смотрите, после того, как, на чем он основывается, этот метод? Помните, мы говорим, что яичники оказывают влияние на головной мозг, да? Вот здесь есть такой центр, центр терморегуляции. Напишите такой, СТР, центр терморегуляции в головном мозге есть. И после того, как яйцеклетка вышла, вырабатывается гормон прогестерон, вырабатывается гормон прогестерон, вырабатывается гормон прогестерон, который непосредственно влияет на центр терморегуляции. И это ведет к повышению температуры в теле, в целом. Но лучше всего это определяется в брюшной полости. На 0,2, на 0,1, на 0,2, нет, на 0,3, 0,3, 0,4 градуса. То есть до полуградуса может повышаться температура у женщины. Существенно это или нет? Существенно. А повышение температуры к чему будет вести? К обменным процессам. Как это будет влиять на обменные процессы? Ускорять. Если мы предполагаем, что яйцеклетка захватилась, оплодотворилась, нам нужно дать больше питательных веществ, нам нужно ускорить обменные процессы. То есть это все биологически обосновывается, понимаете, в организме. То есть вышла яйцеклетка, вот эти гранулезные клеточки, это называется клетки желтого тела, они преобразуются в клетки желтого тела, начинает вырабатывать прогестерон, он влияет на центр терморегуляции и температура у женщины повышается в брюшной полости, ускоряются обменные процессы. Измеряется температура либо вагинально, либо ректально. Но важное условие, она должна измеряться после ночного отдыха не менее 6 часов. То есть девушка не должна не встать, женщина не в туалет, не просыпаться желательно, не пробуждаться. То есть нормальный полноценный отдых и утром желательно в одно и то же время готовы градусничать на тумбочке, где-то рядом. Меряется рентальная или вагинальная температура и записывается. Можно записывать, можно чертить график базальной температуры. И вот если подъем стойко, но в среднем это выше 37 градусов, но может быть 36,9, может быть 37,1. У каждой женщины это, ну в принципе, отсчет идет от 37,0 градусов в целом. Вот до эвуляции, в первой фазе цикла, в первой фазе цикла, температура вот здесь колеблется, а нормально она повышается сюда выше 37, 37,1, 37,2, 37,3, даже выше. И потом она 10 дней минимум должна держаться выше 37 градусов. Потом за 2-3 дня до месячных, если беременность не состоялась, температура опять падает. И через 1-2-3 дня начинается месячная. Которые раньше гинекологи называли, они были и математиками, и физиками, и художниками, и поэтами, они называли в месячниках слезы матки по несостоявшейся беременности. Вот, да, то есть вот такой процесс. Несколько такой интересный, сложный, но, а знаете, что еще интересное скажу? Вот смотрите, эвуляция происходит, выход яйцеклетки у большинства женщин. Вот здесь происходит эвуляция, да, вот выход яйцеклетки из яичника. Знаете, чем он соответствует? Вот 28 дней, это что у нас? Луна. И знаете, когда у большинства женщин это происходит? То есть когда женщина готова к продолжению рода? Полнолуния. Полнолуния. То есть вот действительно, наибольший фолликул, наибольшая яйцеклетка соответствует полнолунию. В большинстве. То есть идешь так по небу, смотришь? Понятно. Что сейчас происходит? Ну, и шутка, и серьез. То есть и шутка, и серьез. Понятно, что вот стрессовые факторы, которые нарушают процесс эвуляции, задерживают, затормаживают процессы, они ведут к определенным дисбалансам. Но биологически, скажите, мужчинам важно знать, когда женщина готова к продолжению рода? Ну вот в древнее время, скажем так. Конечно, важно. Для луну все понятно. Сегодня охоту откладываем, сегодня у нее по другим делам. А волтьяк всякую. А? Волтьяк всякую. Волтьяк? Вот, я сейчас к этому подходил. Смотрите, по графику базальной температуры. Например, для того, чтобы уже начать помогать женщине. Но при этом, вот если дать волтьям сразу 4 капсулы, вы знаете, даже вот здесь график базальной температуры может подняться вверх. Не потому, что произошла овуляция, а потому, что сам волтьяк поднял уровень гормонов. И я эту картинку наблюдал. Прямо, ну, когда я этим специально занимался много, графики базальной температуры волтьям, когда я пришел в МСП, я был в приятном шоке. Вот насколько классно работал в Олдьянке, насколько он четко поднимал график базальной температуры и так далее, и так далее. Вот. И поэтому я, чтобы увидеть истинную картину, но уже начать помогать питать женщине, но это я повторюсь, если при условии вам нужна беременность, или вы хотите четко увидеть, есть овуляция, нету, и вам нужно немножко дать время, не мешать естественному графику. Понятно? Тогда я сначала даю одну капсулу в день, один-два месяца, пару циклов, я смотрю, как меняется график. Недостаточно, чтобы произошла, ну, не про... Нет, это... Тогда я могу добавить две капсулы, но это в порядке экспериментов. Для того, чтобы быть здоровым, премиомия, мастопатия, там, преддометриоза, вы сразу можете давать по две капсулы два раза в день. Понятно, да? То есть адекватную дозировку, чтобы максимально включить лучники и так далее, и так далее. А если нам нужна беременность, и мы хотим увидеть, какие процессы сегодня есть в организме, вот тогда мы начинаем играться. Но все равно дозировка будет постоянной. Понятно, да? Она не будет... На нее сам цикл влиять не будет. Она будет постоянной. Сколько времени у меня? Еще. Семь часов. Нет, по-моему, 7-10-2. Ясно. Ну, давайте еще, да, вот, расскажу, чего у нас еще может происходить. А если все, если постоянно волням, то как вы... Эфсисданква, ну, цель Эфсисданква, нужно понять, для чего мы будем давать Эфсисданква. Если с целью овуляции, ну, можно здесь, ну, опять-таки, смотрите, по отношению к другому яичнику это будет несвоевременная стимуляция. Ну, с другой стороны, Эфсисданква я рекомендую, вот, чаще всего продукты назначают, как самый дешевый препарат при глимактерических расстройствах. То есть самый бюджетный препарат, хорошо работающий, с шикарным набором продуктов, там, с улучшением кровообращения и так далее, и так далее, да? И второе мое назначение, это при предминструальном синдроме и болевом синдроме, когда болезненные месячные. То есть я его даю как спазмолитик. Первые дни, когда боли, по 2 капсулу 3 раза в день. Но я лично не назначаю Эфсисданква для регуляции, там, вот, цикла. Вы знаете, до этого даже не доходит Эфсисданква. То есть вот этих нет, которые я сказал, витамино-минеральное, питание, может быть, очищение, если нужно, там, у человека проблемы с кишечником, с печенью. Это же попутно идет оздоровление, общая оздоровающая программа. Она идет попутно, понятно, да? Мы говорим специально о помощи. То Эфсисданква даже дело не доходит. Без нее нормализуется овуляция. Мы это видим по графику базальной температуры и так далее, и так далее. Вопрос. У меня такой к женщинам. А до скольки лет нужна овуляция женщины? Желательно до конца. На самом деле, чем дольше, тем лучше. Просто после 50, тут можно уже делать контрольный УЗИ тщательно, чтобы там не было гормонально активной опухоли. То есть это будет фильтр, понятно, да? Но по большому счету, вот, мои наблюдения, женщины, которые хорошо выглядели, которые не курили, которые следили за своим питанием и так далее, и так далее. Они нормально менструируют до 50 лет. И выглядят при этом очень свежими, очень нормальными, и они абсолютно здоровы. И ткани, и кожа эластичная, все хорошо. Если, конечно, нагрузки рабочие, у нас женщины в Пресвестском Союзе и Пахаре, я сейчас тоже Пашу, да? То, понятно, это сокращает срок здоровья яичников. Они раньше угасают их функция и, соответственно, раньше угасают и внешний вид женщины тоже начинают страдать. И кожа, и волосы, и зубы, и суставы, и все это слизистые. Мышцы таза, и дна начинают страдать. То есть женщины теряют привлекательность перед лицами мужского пола. А если физиологически им продолжить свою линию генетическую, то они, естественно, будут обращать внимание там, где они по косвенным признакам будут понимать, что они там эффекта добьются, продолжение рода, да? Они там, где не добьются. Ну, это как бы на заметку. Думайте, как долго вам нужно поддерживать функцию яичников. Сейчас, подождите, еще рано до вопросов. Я хочу еще закончить следующий вопрос. Смотрите. А я еще хочу рассказать о яичниках и аммиомах, мастопатиях и эндометриозии. Ну и гормонально активных раков женской половой сферы, да? Ну, кстати, к ним относятся и рад толстого кишечника, поджелудочно-легких молочной железы. Ну, помню, да? Там гормональные рецепторы к астрогенам, которые тоже ведут к этим опухолям. Вот смотрите, я не зря нарисовал много фоликов. Их, допустим, иногда можно такой диагноз прочитать. Мелко-кистозное изменение яичников. Ведь помните такие яичники? Или синдром поликистозных яичников. Что происходит? Вот в этой фазе, до того, как яйцеклетка вышла, вот эти фолликулы, больше, меньше, там, 3, 4, 6, 7 мм, они в это время тоже гранулезные клеточки в этих фолликулах, тоже активны. Только они вырабатывают эстрогены. Эстрогены бывают много классов разных. Есть, там, ну, группы их делят хотя бы на три. Эстрон, эстрадиол, эстриол. Ну, это три, которые обычно выявляют. Но их эстрогеноподобных веществ, 15, 17 и более эстрогенов и эстрогеноподобных веществ вырабатываются. И в результате метаболизма в печени неполного тоже образуется. Так вот, дело в том, что при отсутствии овуляции, при отсутствии овуляции, нет выброса прогестерона, который бы оказывал противоопухолевое действие, защищающее. А есть только действие суммарное. Каждая яйцеклетка, фолликул делает немного, но суммарно дает большое количество эстрогенов. То есть количество эстрогенов становится длительным, высоким, и это оказывает стимулирующее влияние на слизистые протоков молочных желез, на слизистую матки, на слизистую трубу и так далее, и так далее. И вот это постоянно стимулирующее влияние толстого кишечника, ну то, что мы говорили, и вот это постоянно стимулирующее влияние, которое стимулирует рост, приводит, в конце концов, к неуправляемому росту. В том числе. Понятно, да? Или как минимум к росту мышечной ткани с развитием миомы матки, к прорастанию слизистой матки, она начинает прорастать вглубь матки, или с менструальной крови попадает на яичники, на брюшную полость, и так далее, с развитием эндометриоза, или рост стимуляции слизистых протоков молочных желез ведет к увеличению молочной железы, к мастопотею развития, и так далее, и так далее. Понятно, да? То есть, если не добиться при обычном питании, могут расти фолликулы, но не овулировать. Но это фактор высокой степени развития потом онкологии. Поэтому добиваться овуляции очень важно, чтобы она была регулярной. Сделали УЗИ, там много фолликулов. Протестируйте свой организм. Происходит овуляция или нет? Нужно, чтобы было достаточно прогестерона. Ну, кстати, Валдьям, в какой-то степени, искусственный прием Валдьяма дополнительный. Он будет нести какую функцию? Протезирование. Нет своего собственного прогестерона. Значит, мы добавили Валдьямчик, мы добавили, мы таким образом помогли организму защититься от потенциальной онкологии. Понятно? Так, дальше. А как еще уменьшить эстрогены? Вот смотрите, выросли эстрогены, много их. Вот есть клетка, какая-то клетка слизистая с ядром. Вот здесь рецептор к эстрогенам. Эстроген присоединяется к нему и начинает стимулировать ядро. И тут усиленно начинается деление ДНК, РНК. Начинает воспроизводиться хромосомный аппарат. Клетка сама по себе увеличится в размере. И она начинает усиленно делиться. То есть производить клоп. Вот такой механизм увеличения деления и так далее. Как, что нам поможет не дать развиться вот этой ситуации? Мы уже, допустим, имеем фолликулы, но не можем заставить пока овулировать клетку. Что нам поможет защититься еще от онкологии? Какой продукт Энспирид? Индок-3-карбинок. Я сейчас хочу показать, как он действует защитным образом. Интересно это или нет? Вот есть эстроген патологический, который вырабатывается в этих клетках. Его слишком много. Печень не перерабатывает. Я еще повторю. Вторая функция печени. Если печень не перерабатывает эстрогены, не разрушает их и не выводит с мочой, то есть эстроген с кровью попадает сюда, он разрушается, делится на дроби и становится веществом водорастворимым и через плочки с мочой выводится. Есть специальные тесты, которые определяют по моче и так далее. Но если снижена функция печени, ферменты печени снижены, эстроген частично разрушается, присоединяется белок, какие-то коньюгаты и опять выбрасывается в кровь. Таким образом, количество их гормонов немного поставляется яичниками, но они циркулируют, их начинают больше и больше, и они выполняют вот такую же функцию. Понятно, почему важна печень? Понятно, почему нужно очищение организма? Вот с кишечника, гренажа, выведение, почки гренаж, почему нужно усиливать функцию печени? В нашем мире усиливать функцию печени нужно практически постоянно. Огромная нагрузка на печень, токсинов, ядов, воздух, вода, еда. У нас просто шквал токсических веществ и печени нужно выбирать, с чем бороться в первую очередь. Понятно, да? Так вот, продукт мы назвали индол-3-карбинол. Он по структуре похож на эстроген. Он относится к слабым-слабым эстрогенам. То есть у него ключик присоединения к этому рецептору, который запускает весь каскадный механизм деления и размножения, такой же, как у эстрогена. Мало того, он даже сильнее, ключ присоединения к рецептору, он сильнее, чем у гормонов эстрогена. Поэтому он конкурентно занимает эту нишу и таким образом эстроген циркулирует в крови, но он не может себя реализовать. Таким образом, и циркуляция в крови, но тем более мы знаем, что индол-3-карбинол тоже обладает гепатопротекторным действием. Да? Читали мы это? Да. То есть индол сам по себе обладает гепатопротекторным действием. Я так понимаю, так как говорится об индоле, в первую очередь о защите рака толстого кишечника, я думаю, что просто вот склонность к рецепторам толстого кишечника, или там они при потреблении в пищу в прямое действие оказывают. Рецепторы, ну, наиболее быстрым способом, понятно, да? Он оказывает очень мощно именно противопухолевую защиту толстого кишечника. То есть индол-3-карбинол конкурентно занимает это место и не дает возможность другим астрогенам, даже накопившимся в организме, реализовать свою онконаправленность. Понятно? Важно по цель-долуби. Да. Какой у нас еще продукт содержит индолу в достаточном количестве? Локо. Локо. То есть, поэтому почти постоянное применение Локо тоже окажет очень хорошую онкопрофилактику. Женская половой сфера. Ну, и толстого кишечника, в том числе и у мужчин. Толстый кишечник поджелудочно-легкий. Я, кстати, практически постоянно, вот я сейчас у меня делаю коктейль, белковый коктейль внутри Берн, и я досыпаю немножко Локо. И для вкуса, и для... Вот для того, чтобы чисто себя защитить. И клетчатка, нормальная работа кишечника и так далее. Так. Будущие обродные функции яичников и роли яичников в развитии женских болезней мы сейчас рассмотрели. Ну, вы знаете, наверное, уже точно. Еще, еще, еще. А что еще? Ну, что еще вам тогда? Что вам еще? Хотел? Можно осмотреть? Что хотел? Что еще? Хром... Можно спросить? Можно? Два вопроса. Да. По техому яблоку. Мы тут... Почем? Ну, какие яблоку. Зацепили, что у мужчины нам тоже можно давать? Какие-то виллы? Те же самые. Кашу маслом не испортишь. И второй вопрос. С какого возраста можно давать девочкам петель яблоку? Ну, по большому счету вы можете давать с AGX, если не нарушено пищеварение. По одной-две капсулки в день. Как рано? Как только будут выявлены признаки нарушения пищеварения. Нормально, допустим, защитную формулу давать с 10 лет. Одна-две капсулы в день. То есть витамины, минералы в первую очередь. Не столько дикий яблоку нужен ребенку, сколько нужны витамины, минералы. Чтобы процессы созревания вот фолликулов начались адекватные. А в нынешнем, вот опять-таки при нынешней ситуации, антиоксидантные, свободно-радикальные нагрузки на организм, дефицит минералов. В принципе, я бы всем и девочкам, и мальчикам с 10 лет уже бы рекомендовал одну-две капсулы с защитной формулой на постоянной основе. А витамины, к чему отличается все долго? Ничем. Классификация устаревшая, которая сегодня никак это не делит между собой. Так. Ну, может быть, я бы еще раз акцент сделал. Знаете, на чем? Мы бы проговорили еще раз. Мы написали основные продукты, да, давайте проверим. Защитная формула, омега, валдья мы разобрали, правильная еда, коктейль ТНТ, локва, нитрибер. Наверное, хлорофилл сюда добавят, правильно, да, еще? Вот, для кровообращения. Теперь, помните, мы еще говорили об улучшении кровообращения? Скажите, если вот этот орган обладает регулирующей функцией, нужно здесь улучшать кровообращение? Нужно. То есть, если девочка по каким-то причинам не начинает менструировать там, какие-то проблемы сбои цикла, один из продуктов, которым будем назначать, я бы рекомендовал гинго готукова. Гинго готукова. То есть, там два продукта, гинго белоба и готукова. Сосудистые продукты. Опять-таки, продукты, содержащие витамины группы Б, фосфолипиды, лецитин. Надо или нет? Для правильной работы мозга. Тоже, то есть, либо нутрикалм, особенно если девушка, женщина находятся в стрессе. Смотрите, женщина находится в стрессе, мы выясняем. Я практически у всех выясняю, где он работает. Я понимаю, женщина работает на стрессовой работе, у нее имена малки. Она еще достаточно молодая, чтобы у нее была овуляция, стрессы, блокировка овуляции, большое количество фолликулов, эстрогены пошли вверх. Пока мы не отрегулируем, у нее психоэмоциональное состояние, нам будет трудно запустить яичники. Понятно, да? То есть, психоэмоциональная коррекция, я во всех схемах это говорю, но психоэмоциональная коррекция здесь тоже очень важна. Депрессия, значит, 5 гидроссит рептофан. Большие психологические нагрузки на работе, значит, нутрикалм. Как обязательная программа? Нутрикалм. Проблемы с печенью, обязательно акцент на протяжении всей программы, с гепатопротекторами. Почти у всех дефицит, проблема с щитовидной железой. Значит, препараты, вот, содержащие водоросли. Вот сколько у нас продуктов, содержащих водоросли? Ну, как минимум, три у нас их. Келп, четыре, значит, витазарики, что еще? Вспоминаем. Антицелитная формула, целсмуш, и еще один продукт, волосы кожаноктей, там, красный водоросли, да? То есть, содержит много кремния, и в том числе, вот и йодок водоросли. То есть, у нас минимум, четыре продукта, содержащие водоросли. Я, кстати, сейчас пью антицелитную формулу, частенько, Carbo-Grabble's, то, мне очень нравится, я почти, как бы, не особенно слежу за диетой, но, мне очень нравится мое состояние, и вот, общие самочувствия. Потому что, я думаю, и печень, да, кстати, в антицелитной формуле, там еще и гепатопротектор присутствует. То есть, уже можно, смотрите, антицелитная формула. Вроде бы, кожу подрегулировали, и печень почистили, щитовидочку запустили, и, глядишь, яичники начали работать. То есть, сразу комплексное воздействие. Так. Ну, на самом деле, вы знаете, я не хочу сейчас информацию, телеодинамику, давайте я отвечу лучше на пару вопросов. Мы так, по-моему, достаточно много сегодня разобрали, узнали, да? Какой еще был вопрос, если... У меня вопрос такой, может ли защитная формула как-то нарушить... Нет. Нет. Не может. Короче, гипертоник начал принимать защитную формула. И при всем цикле более-менее спокойном и спокойном состоянии, нормальных показателях, вдруг повысилось давление. Ну, вдруг давление повысится у гипертоника может? без защитной формулы? Нет, нет. Это уже вот сейчас вот, это как-то уже я пытаюсь уйти. Ну, уходите. Да? Пытаюсь уйти, но оно не нормализуется. Уже один препарат, который уже может быть... Продукт? Нет. А какой препарат вызованы? Ну, вот... Хорошо. У вас нужна отдельная... За защитной формулой есть программа по гипертонике. Уберите пока защитную формулу, если вы сомневаетесь. Но пока нормализации нет. Давление... Тем более, значит, это была незащитная формула. Ну, тут прошло три дня. Хворохил под язык. Боярочный. Ничего базарьбово, я покажу. Все как было. Образ жизни не изменился. Ничего не изменилось. Хорошо. Давайте так. Сложный вопрос в том плане, что вы его долго задаете. Я уже ответил. Нет, не может. Есть отдельная программа по гипертонии. Это тема отдельной лекции. Мы не будем на это сейчас. По данной теме какие есть вопросы? А Крем Роджиян? Крем Роджиян. Спасибо. Подсказали. Замечательная вещь, которую можно носить как крем под крем на лицо, область декольте, молочные железы. Я рекомендовал женщинам, правда, они не приходили с обратной реакцией, его попробовать использовать вагинально при сухости, при так называемой диспаре унии. При диспаре унии это когда болезненный половой контакт, для того, чтобы лучше состояние слизистой вагинально. То есть его можно носить на кожу, на молочные железы, на лицо. Очень, очень, очень хороший продукт. Да, еще раз. Скажите, пожалуйста, если в пожилой образе вот у человека, у женщины пропелировалась, ну, у женщин, допустим, в англоне. Любой женский продукт постоянно принимать по жизни. Любой женский продукт пожизненно принимать постоянно. Можно попробовать тот, который вам лучше. Можете комбинировать любых два или три. Это нужно подобрать просто по самочувствию. Спасибо. Да, пожалуйста. Коллоидно-серебро, в принципе, можете перечислить на петрушку и по ударке маринда принимали все, без проблем. И сок самброза может стоить попринимать и луцерну, и красный клевер. То есть, в принципе, арсенал большой, практически не меняется. На эндоле в Миненске болезненное ощущение грудь, которых не было при первом применении где-то через полгодика повторила эндол болезненное ощущение. Что и о чем это может говорить? О проблемах? Не знаю. Они могли развиться самостоятельно на фоне ухудшения состояния печени, щитовидной железы. Могли... Всю программу по мастопатии, которую, в принципе, раньше изложила, вы можете ее использовать. Ни о чем это не говорит. Просто констатируем факт и работаем дальше. Ну, я так понял, достаточно за коллекцию. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ .